МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши телепрограмма след в истории. Сколько веков создавалась и передавалась в поколение поколению чувашской литературы, доподлинно неизвестно. Но появилась она задолго до возникновения письменности. Самый простой и эффективный способ познакомиться с историей родного края в поэтическом или публицистическом изложении отправится в литературный музей. Наш музей знакомит вас с этапами развития чувашской литературы с момента ее зарождения и до наших дней. В начале нашей экскурсии мы с вами вкратце познакомимся с историей наших предков. Наши предки, булгары и субары, проживали на современных территориях отчасти республики Татарстан. В X веке здесь организовалось государство Волжская Булгария. Волжская Булгария была одним из крупных государственных объединений на Среднем Поволжье. Столицей Волжских Булгар в X веке был город Болгар, затем город Беляр. С давних времен чуваши широко использовали приемы пиктографии, картинного письма и идеографии письма и иероглифами, а для записи чисел — специальные цифры. В настоящее время элементы рунического алфавита используются в чувашской вышивке. Существует мнение, что в узорах на старинной одежде зашифрована не только информация, но и музыка. И, например, по сурпану можно играть как по нотам. Первый, собственно, чувашский алфавит создал великий просветитель Иван Яковлев. В основе чувашской азбуки берется русский алфавит. Кропотливо изучаются диалекты, особенности чувашского языка. Отбираются звуки, общие с русскими. Выделяются специфические чувашские звуки. Для них находят обозначение. И вот первый чувашский букварь. Огромную роль в распространении просветительских идей сыграли ученики-сподвижники Ивана Яковлева, первые чувашские журналисты, поэты-писатели. Среди них Константин Иванов, необыкновенно талантливый и одаренный юноша, поэт, переводчик, художник-фотограф. По просьбе Ивана Яковлева он переводит на чувашские религиозные тексты, произведения Лермонтова, Бальмонта, Некрасова, сам пишет стихи. Сегодня все в Чувашии, да и за ее пределами, знают. Константин Иванов вошел в историю литературы как автор поэмы «Нарспи», причем написал это социально значимое произведение в 17 лет. Имя основоположника чувашской классической поэзии носит литературный музей в Чебоксарах. Помимо различных изданий поэмы и иллюстраций к ней, в экспозиции хранятся поистине удивительные вещи, свидетельствующие о том, какой неординарной личностью был Константин Иванов. Это конструкция деревянной печатной машинки, которую сконструировал собственноручный сам Константин Васильевич Иванов. Он, как и многие ученики Симбирской учительской школы, увлекался столярным ремеслом. Там еще палочки дополнительные. Вот видите. Тоже вот тут просто не доположили, не доделали. Вот каким способом она, конечно же, работает. Это мне самой интересно. Вот такая печатная машинка у нас интересная, но никто не знает, как на нем работают. Сам литературный музей был открыт в 1940 году к 50-летию со дня рождения Константина Иванова, но успел просуществовать всего год. Началась Великая Отечественная война, средств не хватало, помещений не хватало. Словом, восстановили экспозицию только в 1957 году. До конца 80-х музей располагался в старинном особняке на углу улиц Ленинградской и Плеханово. Затем территория попала в зону затопления, и музей снова был закрыт. Однако творческая общественность с такой постановкой вопроса не смирилась, тем более, что в 1990 году готовились отметить столетие Константина Иванова. И так мне повезло, что Леонид Пракович, Александр Петрович, Илья Павлович и многие другие так мне помогли. И в отдел культуры, в комму партии тогда еще, городские власти, Министерство культуры. Вот. И мне Леонид Пракович сказал, вот здесь вот детсад был деревянный, двухэтажный. Его снесли и начали строить этот дом. Ну, года три, наверное, четыре строили. И как раз вот с 1986 года по 2019 успели вот этот запустить. И мы были очень рады. Новое помещение казалось очень удачным. Только экспозиционно-выставочная площадь составила почти 500 квадратных метров. И это позволило сотрудникам музея проиллюстрировать всю историю чувашской литературы, подробно остановившись на каждом периоде. Советский период для чувашской литературы, как и для других отраслей и знаний, был одним из самых удачных, если не сказать счастливых. Во всяком случае, сегодня, по прошествии нескольких десятков лет, все выглядит именно так. Похоже, что ни цензуры, ни идеология, ни другие правила и порядки не мешали нашим писателям жить и творить. После Октябрьской революции, особенно образования Чувашской автономной области, национальная литература и неразрывно связанная с ней театральное искусство буквально расцвели. Необыкновенный подъем, который испытывали жители новоиспеченной республики, нашел отражение в творчестве поэтов и писателей. Многие одаренные люди получили возможность развивать свои способности. Но большая часть мастеров чувашского слова жила в то время за пределами республики. В Татарстане, Башкирии, Москве. В годы Великой Отечественной войны на фронт отправилась целая команда профессиональных писателей-поэтов. Военными корреспондентами и политруками были Яков Ухсай, Петр Хузангай, Леонид Агаков, Василий Ржанов, Николай Ильбеков, Александр Алга, Дмитрий Кибек и другие. Многие из них возвращались в своем творчестве к военной теме в течение всей жизни. А вернувшись с войны, они образовали не просто профессиональное сообщество чувашских писателей, но и творческую интеллигенцию, круг умных, образованных, интересных людей, влиявших на эстетические вкусы того времени. Народный поэт Чуваши Порфирий Афанасьев вспоминает, перебраться в Чебоксары из Татарстана он решил после знакомства с Петром Хузангаем. Я видел его, вот когда вот 17-летний поступил туда работать в редакцию в Казани, в Чувашскую газету, они приехали 5-6 очень именитых писателей, Ильбек, он там, другие, очень знаменитые. И, значит, меня должен был Алга рецензировать мои стихи. Но он заболел там, продул их на цеплоходе. И срочно отдали Хузангаю мои стихи. Вот. Он одобрил мои стихи. И на следующий день во дворце имени Павлюхина в Казани мы должны были литературный вечер арменизовать. Вот. Ну и мне дали слово. Я стихи были. Я сказал, баня, мунзя. И весь народ засмеялся, что за это с баней начинает. Как он, как он, это самое, сочинил, в каком духе. А я растерялся, стою около кафедры. Он читает, читает, говорит, будь смелее. Очень хорошее стихи. Петр Хузангай, несомненно, был одной из самых ярких звезд на небосклоне чувашской литературы. Оригинальные, деятельные он успевал и писать, и переводить, и обучать начинающих поэтов, и заниматься общественной работой. В литературном музее воссоздан рабочий кабинет Петра Петровича. Все вещи в нем подлинные, в том числе и шторы, собственноручно вышитые примой Чувашского драматического театра Верой Кузьминой, женой поэта. И вот эти шторы, конечно, Катя Ефремова вышивала. Но у нас квартира, в каждой комнате два окна. Балкон и окно. Это вот шторы для окна было. Теперь что на балконе повесить, там, балкон закрыть? Надо такой же шторы делать. Что делать теперь? Купил такой материал, шили. Значит, ну, я немножко крестиком вышивала и раньше. И теперь по этому узору я канву пришила, и все для балкона шторы вышило. Это широкий-широкий такой, точно такой же цвет, серый, бордовый, все. И все это пришлось мне вышивать. И кабинет Хузангая очень красиво выглядело. Вот здесь он, около письменного стола, вот точно так же висело. А на балконе, значит, широкие вот такие шторы вышитые. Ну, я, конечно, с удовольствием это все делала. И ему это очень понравилось. В этом музейном зале, признается Вера Кузьминишна, воспоминания словно бы оживают. Стол тот же самый. Все это, машинка, вот этот прибор Палиховский, все это у него на столе стояло. И настольная лампа для работы. Все точно так же. Просто здесь, когда я в музей принесли, его немножко отреставрировали, конечно. И вот эта палочка, вот эта, он же все время ходил с тросточкой. И вот этот подарок, это же, вот, посмотрите, здесь черебряные все это узоры. Все это он, вот этой палочкой ходил. В музее имени Константина Иванова собран уникальный комплекс документов, иллюстрирующих наше литературное наследие. Но говорить о том, что здесь только хранят память о прошлом, было бы неверно. Музей живет и развивается так же, как живет и развивается живое слово. Сегодня литературный музей – один из центров культурной жизни Чуваши. Здесь постоянно проходят творческие вечера известных мастеров слова. Молодые поэты и писатели презентуют свои произведения. В стенах музея устраивают вернисажа, и все действие становится похоже на иллюстрированную аудиокнигу. Этим летом, к примеру, в экспозицию музея очень удачно вписались полотна Владимира Голошева. История язычества в Чувашии многогранна и интересна. Вот уже много лет вокруг нее ведутся споры. Кто-то считает, что в мифологии было лишь одно главное божество, а все остальные ему подчинялись. Кто-то верит в много божие. С древней мифологией связано огромное количество легенд и сказок. По мнению художника, современные люди должны иметь об этом представление. Свои корни, свои истоки нужно помнить обязательно. Именно сохраняя свои корни, мы сохранимся, мы сами собой останемся. Литературный музей активно и участник дискуссии о сохранении культурного наследия. Вопросы изучения чувашского языка, развития национального искусства обсуждают на встречах творческой и педагогической общественности. Очень хочется, конечно, чтобы чувашский язык вышел из рамок школы. Вот на улице говорили, всеми говорили, общались между собой. Но мы на первую ступень вышли, потому что на сегодняшний Иван, на многих мероприятиях, которые проводятся в рамках города, республики, дети говорят на чистой чувашском языке. В этом заинтересованы сотрудники литературного музея. В их планах сделать экспозицию более современной, интерактивной, чтобы она была понятной и интересной не только взрослым посетителям, но и малышам. Экспозиции нашего именно музея, потому что в этом здании мы уже с 90-го года, экспозиции уже почти 25 лет. Наши действующие экспозиции – это 25 лет. И очень бы хотелось, конечно, поменять диорамы. Диорамы, они у нас вот здесь представлены, это «Свадьба», диорама с произведением Константина Иванова «Нарспи», связанная. Очень она музыкальная, вот сопровождение музыкальной, да, и хочется вот новые технологии использовать, немножко вот современные. ПЕСНЯ Наша передача подошла к концу. Если вам захотелось еще раз заглянуть в Литературный музей имени Константина Иванова, будем очень рады. Всего доброго и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»